друзья мои всем привет всем огромный привет ну что ж у нас с вами сегодня очередной обзор на канал ольга уралочка напоминаю вам мои хорошие о том что у меня появился новый обзорный канал который называется галинка малинка 2 обзоры ссылочку на него и обязательно закреплю в комментариях но вы конечно же не забывайте переходить и подписываться ну что ж как говорится пообщаемся сегодня относительно сегодняшнего стрима урал очки да друзья мои сначала хотела я днем выйти ну а потом подумала совместим сразу так скажем приятное с полезным два в одном да именно поговорим о стриме на на да на ночь глядя как говорится так вот знаете этот стрим уралочки я бы назвала тупой еще тупее ребят это со стороны выглядело просто что-то с чем-то вы знаете вот честно глядя на вот эту парочку сладкую у меня складывается впечатление что все-таки если бы сама олечка вела как раз таки этот стрим все прошло бы намного лучше сафарик на заднем плане толку с него абсолютно никакого и он постоянно что-то там бурчал себе поднос уралочка сидела пыталась читать комментарий ничего не видит в тPC вообще ничего не вижу но и тут же ищет назначить знакомой буквой в чате пытаются искать сообщения прочитывать их кое-как ну а на заднем плане постоянный бубнешь сафарика в банку в банку в банку в банку в банca и так Такая-то в бан, такая-то, такая-то в бан, такая-то, такая-то в бан. Ребят, я сижу, смеюсь, мне на самом деле смешно. Знаете, возомнил себя эдаким самым настоящим вершителем судеб. Но это было еще, как говорится, полбеды, это были еще цветочки, ягодки были позднее. Когда он начал пытаться читать, вот здесь мне захотелось сказать, остановите землю, я сойду, ребят. Ну, блин, ну, если ты действительно, знаете, кто-то скажет, вот, он вообще-то не из России. Слушайте, он уже несколько лет живет в России, это раз. Это даже два, я бы сказала. А самое главное, когда он как раз-таки сюда приехал, да, он должен был сдавать экзамены на язык. Я не знаю, получил он гражданство сейчас в России или не получил, но в любом случае живет здесь человек несколько лет. И если бы он хотел научиться читать, да, на русском языке, он бы уже это благополучно сделал. Но, опять же, нет, друзья мои, читать ему некогда. Он банит всех, пишет лево и вот эти вот аккаунты создает, заходит, всем угрожает, гадости написывает и так далее. И, конечно же, постоянно трется и на моем канале в том числе. Вы знаете, и тут же вот он стал пытаться прочитать по слогам. Ничего у него не получалось. Ребята, это надо было видеть. Бо-гу-ба-пу. Боже мой. Знаете, вот какое-то элементарное простое слово он так и не мог прочитать. Вот, знаете, читает как хуже пятилетнего ребенка. Это просто что-то с чем-то. Вот так и хочется сказать, блин, не стыдно тебе в таком возрасте так читать, да. Ты уже несколько лет здесь живешь, ты переехал сюда. Ты уже должен был как-то стараться что-то делать за несколько лет, да. Плюс, если они говорят, что ему 44 года или 46, сколько они там говорят, что ему лет, да, 44. Насколько я понимаю, в таком случае он должен был еще родиться при Советском Союзе. Соответственно, должен был учить русский язык и в его семье тоже должны были знать русский язык. Но опять же, ладно, ребят, я не хочу в эти дебри, как говорится, уходить. Сколько ему там на самом деле лет, мне вообще не интересно. Я не Уралочка, не мне, как говорится, с ним детей крестить, и слава богу, да. Но что хочется сказать, хочется вот этому товарищу, как говорится, тук-тук, я сам открою, просто посоветовать. Ты вместо того, чтобы создавать левые ники, да, писать всякие разные гадости людям, ты возьми книжки, читай, открывай. Потому что я не удивлена, что он несколько месяцев подряд не мог сдать теорию вождения, ребят. Потому что, понимаете, человек ничем не хочет интересоваться. Все, что ему интересно, это канал на Ютубе, больше ему ничего не интересно. Здесь он нам рассказывает сказки о том, оказывается, что, представляете, вот все зарабатывают на Ютубе, одни Уралочка с Сафариком не зарабатывают. Я что хочу сказать, вот обычно, знаете, те, которые попрошайничают деньги на Ютубе, они всегда говорят, а мы ничего не зарабатываем. И тут же, знаете, вот где логика, да, тут же они говорят, вот, вот эти обзорчики, а у них меньше просмотров и подписчиков, чем у нас. Мне хочется задать сразу вот простейший вопрос, вы дураки, вы идиоты, вот просто это вопрос на засыпку. Ответ я уже заранее знаю, но мне просто интересно, как можно сравнивать контент обзорного канала и контент влогового канала. Это две разные вещи. Это даже целевая аудитория, понятное дело, что обзорный канал, это, знаете, узкая специализация, узкая специфика, да, это узкий контент, потому что, как правило, обзорщики, кто-то снимает вообще только на одного, так скажем, в кавычках героя, да, кто-то снимает на двоих, кто-то на троих и так далее. То есть это узкий круг людей. Влоговый канал может расти и миллионным каналом быть и так далее. Обзорный, конечно же, нет, друзья мои, да, но если это обзорный канал, обычных, так скажем, блогеров, да, обсуждают, обозревают. Я не беру каких-то там серьезных звезд, да, которых знают во всем мире и так далее. Так вот, что касается Уралочки, мне все время хочется сказать, а вы чего смотрите на тех обзорщиков, да, с которыми вы вообще не конкуренты? Это разные абсолютно специфики, специализации, разные контенты. Вы смотрите на влоговые каналы, но такие, как Мама Отличника, до которых вам просто как до Китая раком. Вы смотрите на Лельку Поберуху, до которой вам тоже как до Китая раком. Вы смотрите на влоговые каналы, там, Мили Ванили, до которых вам вообще никогда в жизни не добраться. Вредина Лайф и прочие другие, как говорится, каналы. Вот это влоговые каналы. И вы, и влоговый канал, у которого нет еще даже 80 тысяч, а вы уже себя возомнили эдакими башками. Ну, что самое интересное, то есть, смотрите, тут мы хорохоримся, тут мы кичимся, мол, мы такие крутые, мы такие деловые, у нас скоро будет 80 тысяч, да? А какая вам разница с того, что у вас будет 80 тысяч, если по вашим же словам вы ничегошеньки не зарабатываете сейчас на Ютубе? А что ж это в таком случае за вранье? Вот мне просто интересно. Мы, как блогеры, прекрасно понимаем, что вы зарабатываете на Ютубе, но вы рассказываете, продолжаете рассказывать сказки о том, что, оказывается, для вас имеет значение количество подписчиков. Тогда зачем оно вам, если вы якобы не зарабатываете на Ютубе? Ребят, согласитесь, действительно смешно сидят и сами себя палят. Кстати, им задали этот вопрос в чате, и они тут же сели в лужу, вот просто сели в лужу, знаете, обрыбились и сидят, молчат. По-другому я не скажу. Но что самое интересное, начали, начали им писать по поводу того, что вот, мол, вы собираете деньги на лечение, а в таком случае отчитаетесь перед людьми, да, как делают это многие. Кстати, на самом деле есть люди, которые собирают на лечение и предоставляют чеки, отчитываются, да, сколько и на что они потратили. Здесь я абсолютно согласна целиком и полностью, если вы действительно собираете на лечение, да. Так вот, им написали, а где отчеты по чекам? А где у вас вот эти вот все ваши вот моменты, да, говорит, если что, мы, мол, будем подавать на вас в прокуратуру. И Сафарик так запереживал, вот он начал тогда читать вот это, знаете, по слогам, как маленький ребенок, как пятилетка или как четырехлетка, и начал рассказывать, да, вот они такие плохие, они угрожают нам прокуратурой. Сафарик, а ты забыл, как ты всем угрожал? Ты забыл, как ты страйки кидал? А ты забыл, как ты угрожал, вы пришли с Олечкой со своего первого основного канала, который у вас на тот момент был, да, нет, хотя у вас уже был вот этот канал, но тот канал, который самый первый, который называется Ольга. И писали мне гадости, писали мне угрозы, хотя на тот момент я всего-навсего сняла на вас два обзора. То есть смотрите, ребят, как интересно получается. Им приходить и угрожать можно, а кому-то писать и спрашивать нормальные вещи, раз вы просите на лекарство, значит, просто возьмите и отчитайтесь перед своей аудиторией, да, чтобы сделал нормальный, адекватный человек. Нет, здесь чего они будут отчитываться? Они уже эти денежки благополучно прогуляли, проели, пропили, проделали маникюры и так далее. Это, конечно, выглядело со стороны очень даже смешной. Что касается, знаете, вот этих вот страйков, меня всегда удивляют те блогеры, которые грозят со страйками, и при этом целыми семьями сидят на ютубе, держась за свой канал, зная прекрасно, что страйки, если они левые, и если блогер захочет, на кого кинули эти страйки, если он их отобьет, а он их отобьет в любом случае, потому что блогеры ничегошеньки не нарушают, обзорщики, да, так вот, то эти страйки полетят в огород самого же Сафарика и Олечки. И это может лишить их канала. А если у них не будет канала, то на следующий день, друзья мои, один точно пойдет на стройку, а другая сядет шить вещи, как бы тяжело ей не было. Вот поверьте мне, так оно и будет. Они просто об этом не задумываются. Они не задумываются о том, что будет, если их ютуб признает злостными вот такими вот нарушителями правил сообщества ютуба. Ну, глупые люди, ничего с них не возьмешь, вот действительно глупые, понимаете. И вот они постоянно кричат, их обожатели кричат, приходят на наши каналы, да, на обзорные. Вот приходят ко мне и пишут, а что вы тут высказываетесь? Вот пусть они как хотят, так и живут, что хотят, то и говорят, что хотят, то и делают. Я высказываюсь на своем канале, я имею полное право высказываться на своем канале. Свободу слова никто не отменял, Конституцию Российской Федерации никто не отменял. Я имею полное право высказываться на своем канале и говорить то, что я считаю нужным говорить. Они на своем канале пусть говорят то, что хотят говорить они. Я на их канал не бегаю, допустим, да. Я левые ники, аккаунты не создаю, чтобы бегать кому бы то ни было. Я сижу себе спокойно на своем канале и делаю обзоры, которые считаю нужным делать. То есть, получается какая-то интересная, знаете, двойные стандарты. Они на своем канале могут говорить о чем хотят. И еще мне на моем канале будут указывать, что мне нужно делать. Ну, согласитесь, очень действительно интересно. Далее. Далее, друзья мои, знаете, сидит вот это в бан, в бан, в бан, в бан, в бан. Мне понравилось. Настолько был занят, что Уралочка его сдала. А Уралочка, как всегда, наговорила ему кучу комплиментов, в кавычках, говорит, да. Я ей говорю, Сафарик, у тебя грязная футболочка, а ему некогда. Он не может, не хочет пойти поменять. Он, мол, много работал. Уралочка, те, кто работают, даже если у них нет воды в доме, у них, как правило, есть душ, да. Ну, у вас есть баня, все понятно. Могли бы пойти сходить в баню и чистыми уже выйти к людям на стрим и не рассказывать нам сказки. Просто, конечно, Сафарику некогда. Друзья мои, поменять себе футболочку по той простой причине, что ему надо быстро банить всех. И он такой довольный, чувствует такую власть. Я забаню. Ну и бань. Ты показываешь, да, свою слабость. Одно дело, нет, конечно, когда тебя оскорбляют, я согласна, что нужно банить человека, если человек ничего не понимает и продолжает писать исключительно оскорбления. Но если человек тебе пишет обычные вещи, да, возможно, дает какие-то советы или спрашивает у вас, а куда ушли вот эти деньги, которые вам люди надонатили, за что вы их баните? За правду, получается, баните, да? И Уралочка такая интересная говорит, вот, мы там заходим на обзорные каналы, и вот нас тут же банят. Так вы же на своем канале баните, а почему вы считаете, что обзорщики не такие люди, не имеют права банить, да? За какую-то рекламу левых каналов, еще за что-то, за какие-то оскорбления, точно так же. Каждый сам хозяин на своем канале, да? Не стоит это забывать. В общем, ребят, знаете, мне понравилось, когда добренькая женщина, такая довольная, счастливая, такая сама доброта, когда ей сказали, значит, про вишенку на торте, она сказала, да, вот это вот квашня, вот это вот квашня. Ну, вы знаете, я не знакома с вишенкой на торте, да, не знакома с ее творчеством, знаю, что она тоже обозревает Уралочку. Что хочу сказать, видела я ее пару раз в роликах, и я могу сказать точно, что по сравнению с Олей Уралочкой, вишенка самая настоящая дюймовочка. Это раз. Во-вторых, если бы Оля Уралочка была таких размеров, как вишенка сейчас, то ей бы вообще никто не говорил ни про какие диеты, ни про какие моменты, ни про какие, да, и мне кажется, что когда человек тебя как минимум втрое худеет, то не стоит его оскорблять квашню, и если она квашня, то, простите, у меня встречный вопрос в таком случае, кто ты после всего вот этого, да, даже визуально, вот если переходить, как говорится, на личности. Ну, в общем, ладно, ребят, не будем, как говорится, вот эту тему поднимать. Что хочется сказать? Ну, здесь вот действительно смешно, то есть одна женщина толще другой в два раза, но при всем при этом вот эта вот, которая худее ее, которая по сравнению с ней выглядит дюймовочкой, она называет квашнюю. Ну, в таком случае, кто ты? Опять же, я так понимаю, что об этом Уралочка почему-то не подумала. Вы знаете, я бы сказала, что началась у них самая настоящая истерика на стриме. Они всем угрожали и туда, и сюда, сидели хорохорятся. Ой, ой, друзья мои, как же хорошо зарабатывали, да. Потом Сафарик сказал, нет, нет, мы сейчас ничего не зарабатываем, Сафарик. Мы так и поняли, что вы сидите исключительно на подачке и ничего не зарабатываете. Конечно, мы так и поверили, что вы раскатываете на такси, ничего не зарабатываете и нигде при этом не работаете, да. Ну, а дальше, дальше, друзья мои, вы знаете, да, кстати, начали они рассказывать, мы один единственный раз всего выставили, значит, карту. Один раз, а я помню, что они выставили ее несколько раз. Ну, да, вот смотрите, они говорят, мы один единственный раз вот за месяц выставили в том месяце карту. В каком в том? Вы выставили карту в этом месяце. Чего рассказываете глупости? Вы выставили карту пару недель тому назад. в этом месяце. Сегодня 31 число, насколько я помню, да? Так вот, выставили вот в этом месяце, и в этом же месяце, в этом сложном месяце, почему-то на маникюр денежки нашлись, на салон красоты денежки нашлись, на такси денежки нашлись, на поход в толстую креветку денежки нашлись, на всякие разные там, да, как говорится, фруктики, на то, на сё тоже денежки нашлись, да? Но опять же, в любом случае, то есть, денежки есть, а вот когда надо было заплатить за лекарства, денежек не было. И, знаете, мне понравилось, как пытаются вот эти вот все товарищи, которые любят поберушничать на ютубе, как сказала Уралочка сегодня, не грех попросить, Уралочка, нет, не грех просить тем, кто действительно в этом нуждается, а вы просто вводите людей в заблуждение, не грех просить тем, тем людям, кому действительно жизненно необходимы деньги на еду, на лекарства, на лечение и так далее. А у вас кто, простите, нуждается? Два здоровых лба, которые еще в нашей стране обязаны работать, работать и работать согласно Трудовому кодексу. Вы, наверное, забыли, да, что вы обязаны трудиться, зарабатывать, работать, да, и зарабатывать себе, и обеспечивать самих себя. Вы два здоровых лба, которым нужно действительно работать. Вы не нуждающиеся люди, вы не из категории нуждающихся людей, которым не грех и попросить, а вы просто вводите людей в заблуждение. Вы знаете, ребят, когда одна женщина там написала, ой, а я смотрю на Олю, я думала, говорит, ей лет 35, а ей оказывается там 50 с копейками, мне стало смешно, если честно так и не поняла, то ли это прикол, то ли это такой подкол, то ли действительно женщины считают, что в 35 лет именно так люди и выглядят. Ну что ж, видимо, судят действительно тоже по себе. Я не знаю. В общем, друзья мои, все у них замечательно, все у них хорошо, бедные несчастные, шлите им денюжки. Мне понравилось, когда ей сказали о том, что, а муж, что у вас все-таки молодой, а она говорит, да, молодой-то молодой, но, говорит, уже с морщинами на лице. Уралочка, ты молодец, ты можешь поддержать своего близкого человека, так скажем, одарить его, задарить его всякими разными комплиментами. Ребят, вот такой у меня получился обзор на сегодняшний стрим Уралочки. Продолжение следует. Пишите, что думаете по этому поводу, оставляйте свои комментарии. Ну что ж, всех целую, обнимаю, всем желаю всего самого наилучшего. Берегите себя, своих родных и близких, здоровья, здоровья, еще раз здоровья. Ну и, конечно же, всем тем, кто подписывается на канал, всем, кто ставит лайки, всем, кто пишет хорошие, адекватные комментарии, всем огромное спасибо, всех целую, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok